Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами Татьяна Демчук, Картель ТВ. И я рада вас приветствовать на нашем телеканале. Сегодня среда, 1 октября, начало нового месяца. Я предлагаю вам обзор основных валютных пар рынка Форекс. Начнем с обзора основных событий экономического календаря. Итак, в 11.13 по Киеву у нас будут индексы производственной активности Испании, а также через 15 минут индексы деловой активности Швейцарии, еще через 15 минут Италии и потом через 5 минут Франции. Завершится этот парад индексов индексом производственной активности Германии, который будет иметь наибольшее влияние на европейскую валюту. В 12.30 будет индекс производственной активности от Великобритании. После него в час 35 по Германии будут продажи 10-летних облигаций. Во второй половине дня в американскую сессию мы увидим целый ряд индексов американского рынка. Но самое главное, мы увидим изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным АДР. Этот показатель покажет нам возможные данные, которые мы увидим в конце недели. Также в конце дня еще мы увидим ряд других показателей. И хотелось бы выделить, что в 18-дневном по Киеву будет также индекс производственной активности американского рынка, который будет иметь влияние значительное на движение американской валюты. Поэтому следует учесть эти данные при формировании своих входов в рынок, а также учитывать это при определении стоп-лосса. Итак, начнем обзор валютных пар. Евро-доллар. На дневном графике мы видим нисходящий тренд. Он формируется в течение многих месяцев, начиная с мая. Существенных коррекций мы не наблюдали. На сегодня мы видим, что рынок протестировал уровень 1.2560 и отскочил от него. На четырехчасовом графике мы видим начало формирования отскока. И даже на часовом графике начало формирования базы, которая возможно будет свидетельствовать о продолжении нисходящего тренда. Поэтому здесь можно было бы пробовать искать продажи европейской валюты с короткими целями. По валютной паре фунт-доллар мы также наблюдаем нисходящий тренд. На фоне статистических данных и ожиданий результатов референдума Шотландии сформировался откат. Но, однако, этот откат был сформирован до уровня 38.2 по сетке Фибоначо, наложенной на последнее нисходящее движение. Поэтому на сегодня мы видим, что цена находится посередине между 23 уровнем Фибоначо и нулевым. Она как бы не определилась, поэтому я не советовала бы входить в сделки по этой валютной паре, покуда не сформируются более четкие сигналы. Тоже мы видим на часовом графике вялое ниспадание, и цена колеблется между 23 уровнем Фибоначо или уровнем 1.6307 и уровнем 1.161.64. Однако видно, что от уровня 1.60-1.64 цена уже дважды отбивалась, и поэтому вполне реально предположить небольшой отскок в направлении 1.63. Но поскольку тренд у нас нисходящий, я бы не советовала входить в покупки, покуда цена не определится, является ли последняя восходящая коррекция краткосрочной, или все же это было сигналом на разворот тренда. Пара доллар-иена. Также нам показывает долгосрочный тренд, который в последние два месяца формировался как стремительно восходящий, без существенных коррекций. Но сегодня пара оторвается на уровне 1.109.64, и я думаю, что движение вверх продолжится, поскольку сигналов на коррекцию пока что нет. И этот рост пары продолжится до уровня 1.11.2. Если посмотреть на 4-часовой график по данной паре, то видно, что пара формирует некую консолидацию, однако сигналов, которые подтверждали бы нам движение вверх или коррекцию, пока что нет. Поэтому я советую воздержаться от входа по этой паре. Пара новозеландец-доллар. Также нам демонстрирует продолжительный нисходящий тренд. В последние дни этот тренд усугивался и стал более стремительным. Вчера цена тестировала уровень 0.76.96, отскочила от него и сейчас формирует небольшую коррекцию. Однако четких сигналов на входы пока что нет. Я бы советовала подождать более четких сигналов. Пара австралиец-американец также нам показывает стремительное падение, которое формируется в течение последнего месяца, после того, как цена выбилась из ценового коридора, в котором она торговалась и пробила уровень 0.92.38. На сегодня мы опустились до цены 0.87.00, отбились от нее и ожидаем формирования новой фигуры. Мы видим, что на 4 часах у нас получился медвежий флаг. Полотнище его у нас сформировалось на уровне 38.2 по сетке Фибоначчи, что может быть сигналом о продолжении падения этой пары, несмотря на то, что мы находимся в зоне, от которой мы уже отбивались вверх. Поэтому можно предполагать движение пары вниз. На этом мой обзор окончен. До свидания. До встречи по средам на Картель ТВ.